Накануне Великого Поста начнется такая длинная череда памяти людей, которые угодили Богу таким особенным странным житием, которое называется монашество. Сегодня Антоний Великий поминается один из родоначальников монашеской жизни. С точки зрения житейских удовольствий и наслаждений, если, например, цель жизни положить себе в удовольствиях, например, съесть, выпить, одеть, посмотреть, покупаться, позагорать, поехать, вернуться, если в этом смысл жизни, то монахи это сумасшедшие люди. Но с точки зрения конца, если забежать мыслью вперед, в то, что всех ожидает, то, чего никто не избежит, монахи это самые умные люди. Поэтому можем назвать монахов людьми, которые раньше всех поумнели, которые раньше всех поняли, что нужно впереди и решили раньше умереть для мира с его похотями и соблазнами, нежели плоть отомрет и ногами вперед тебя вынесут. Потому что мы все поумнеем, поумнеем страшно и неожиданно. И эти все тайны Божьего мира откроются нам грозно и удивительно. Ангельские миры, адские преисподни, райские светлости – это все откроется перед человеком. И любой мертвый умнее в сотни крат любого ныне живущего, потому что он видит то, о чем живущий только догадывается. Монахов можем считать заранее поумневшими, раньше всех поумневшими. И один из них, повторяю, преподобный Антоний. Нам очень трудно брать у них примеры для жизни, потому что человек должен подбирать себе сообразные его образу жизни, какие-то примеры. Нельзя, например, в спортивной школе, например, занимаясь дети 5-7 лет, брать за пример себе, скажем, спортсмена в олимпийского уровня. Потому что они не в силах повторять такие тренировки, такие упражнения и прочее. И нам с вами существует большая задача, на самом деле, которая плохо решается. С кого мне брать пример? Потому что православная вера монахолюбивая. И согласно выражению Иоанна Лествичника, иноку свет ангел, мирянину свет инок. То есть монах берет пример с ангелов, должен брать. А мирянин должен брать пример с монахов. И наша цивилизация православно-восточная, она монахолюбивая. А вот людей, которые в миру достигли благодати, святости, прославления, очищения и даров, их у нас традиционно очень немного. И поэтому сегодня, когда все упарилось и расслабло, когда все устали и упрели, сели и не могут встать. Это касается всей Вселенной. Потому что вашему сердцу должно быть открыто, что мир рассыпается. Что реально как бы разваливается все. Все, что казалось твердым, сильным, крепким, нерушимым, рассыпается. Не у нас, скажем, в Москве, не за МКАДом, не на Дальнем Востоке. Везде рассыпается все. Если у вас чуткая душа, вы можете чувствовать эту энтропию жизни. И сегодня совсем трудно подражать монахшествующим. Преподобный Антоний, в частности, сказал, что будет время, когда наши предшепоследователи, монахи будущих времен, не устыдятся называть себя монахами, но при этом поселятся в больших домах посреди больших городов. И все их монахство будет заключаться только в черной одежде. Они будут не стыдиться называть себя «я ученик того или ученик сего», «я ученик Сесоя», «я ученик Антония», «я ученик Пахомия». При этом ничего общего у них не будет с этими древними отцами, как только имена, которые они выучили наизусть. И будет много книг у них написанных, эти книги будут стоять на полках, и все их монахство будет помещаться в этих книгах на полках, и в этом кичливости, а по трапезе своей и по образу жизни своей они будут жить как миряне и даже лучше их. Это давно возникло. Из этой гадости возник, например, протестантизм, потому что тот же Мартин Лютер, как бы просто у него полезли на лоб глаза в какой-то момент от того, что творят прилаты, что творится в Риме, что вообще делают священники и монахи. Что это такое вообще? И он, решивший обновить церковь от того, что у нас завонялось, натворил еще это, сделал целое течение создал протестантизма. Но у него мотивы были понятные, потому что действительно охамели все. И это понятно как бы и сегодня, потому что одни расслабли и уснули, другие охамели, а те, что настоящие, их как бы не видно, но ради своего собственного спасения они поскрывались от наших глаз, как-то там живут, тихорятся, чтобы не погибнуть, потому что под лучами чужих взглядов сохнет святость. И тот же преподобный Антоний в этом же его изречении говорил, что будут, будут, там в конце, будут те настоящие монахи, которые будут равны нам и будут выше нас. Это некое общее место такое, из этих самых святотеческих изречений, что там, допустим, отцы сказали, вот что мы сделали, спросили отцы друг друга. Там 4-й, 5-й век, Палестина, Синай, Сирия, Египет. Отцы сказали, мы, насколько можно, исполнили все заповеди. А что же сделают те, кто будут после нас? Говорит, они сделают половину нашего. А те, что будут в конце, что сделают? Говорит, ничего не сделают. Но если сохранят веру, то будут выше нас. То есть сегодня время такое, когда нужно веру беречь, распространять, объяснять, внедрять, хранить, беречь и так далее. Потому что вера спасает человека. А подвиги, мы смотрим, как бы отнимаются, подвиги. Уже невыносимо представить себе, чтобы возник какой-то столбник у нас или где-нибудь по соседству. Хотя это может быть, оно в любое время может возникнуть. Но вот такое, знаете, как еще другая такая присказка из тех же времен, из тех же уст, что будет в конце, что будет в монастыре, будет как в миру, а в миру как в аду. И сегодня люди из монастыря, в монастырь наши, повторяю, наша цивилизация монахолюбивая. Для нас гибель монастырей равна гибели цивилизаций. И наши люди любят монастырские службы. Они буквально по Яну Лествичнику живут. Вот иноку свет ангел, а мне мирянину свет инок. И мы знаем, что там службы длинные, поют умилительно, едят мало, молчат, кланяются, одеваются скромно. Там, значит, ночью, посреди ночи должны вставать на молитву и так далее. И мы так хотим. И вот мы вошли в эту цивилизацию всеобщей расслабленности. И когда грех залез всюду, и когда в миру люди как в аду, они из ада приходят. Недавно мы с одним монахом разговаривали. И он говорит, мой друг хороший, он говорит, что мы живем как на Юру, как на базаре, потому что монастырь в городе и паломников, людей, мирян, прихожан тысячи, оно замучивает всех. И Лавру, Троицу, Сергию замучивает. Любой монастырь замучивает. С точки зрения копейки хорошо, паломники есть. А с точки зрения монашества это убийственно. Когда ходят эти галки мазанные, бабы на парфюме, когда люди с фотоаппаратами бесконечными, это убийство монашества. И все монахи страдают от этого. А с другой стороны, говорят, ну а что? Ну а что? Они же из ада приходят. Потому что в монастыре, как в миру, монах с телефоном вам не удивительен сегодня? Нет, никому не удивительен. А монах на машине не удивительен? Не удивительен. Ну вот такой вот монахи, как в миру, а в миру, как в аду. Это наша жизнь. Ничего в перспективе светлого я не предвижу. И не хочу вас тешить ложными надеждами. В перспективе будет хуже, скорее всего. Но дух подвига остается. Монашество и вообще-то это православное явление, рожденное из недр церковного сознания. Монашество никто не придумывал. Не было такого, чтобы какие-то аналитики, какие-то стратегические мыслители подумали. О, эпоха мученичества кончилась. Уже нет тех людей, которые готовы дать руку на отсечение или глаз на выкалывание за имя Иисуса Христа. Уже пошли в христианскую церковь вельможи и цари, и уже наводнилась церковь мирскими людьми, уже дух упал. Что нам делать? Давайте сохраним дух первого христианства. Как нам его сохранить? Ну давайте пойдем в пустыню, и будем там ни есть, ни пить, и псалтирь читать. Не было такого аналитического труда. Никто не сидел и не выдумывал, как бы нам сохранить дух истинного христианства, дух первенственного христианства. Потому что первая церковь, она и есть церковь нормативная. Когда все общее, когда ты брат мне. Я тебя сегодня вижу как бы в первый раз, но ты уже брат мне, потому что ты причастился сегодня со мной. Вот как вернуть этот, как его сохранить? Монашество родилось из желания сохранить подлинный дух христианства. Дух самопожертвования, дух братской любви, дух устремленности к концу, потому что христианство, религия эсхатологичная. Она устремлена к концу мира. Мы все постоянно думаем о конце вселенной, который придет, придет, придет и не замедлит. И Господь вернется. Мы думаем о своей смерти всегда, потому что нельзя умному человеку упустить из внимания такой важнейший момент в своей жизни. Самое важное в нашей жизни после дня рождения. Как можно об этом не думать? Надо быть полностью дебильным человеком, чтобы никогда не думать о смерти. Или там подумаешь. Есть будем, пить будем, смерть придет, помирать будем. Ну, такой символ веры дурака. Он написан в Писании. Это апостол Павел приводит как символ веры как бы этих, ну, идиотов. Как можно не думать, что умрешь? Ну, как? Особенно, когда вот эти болезни, там эти клятые, значит, такие. Про болезни все жужжат. Про смерть скажите. И про смерть жужжат. Про молитву скажите. Молчат. Про жизнь после смерти скажите. Молчат. Не хотят. Нет веры в людях. И вот сегодня, поминая Антония, как бы мы понимаем, что монашество, это святое, чистое, это откуда выходило всю жизнь спасение России, кстати. Как Достоевский пишет. У нас спасение Руси всегда выходило из монастырей. Оттуда из-за стен выходили какие-то неизвестные иноки и поднимали народ на борьбу или на духовное отрезвление, на перемену жизни. Как бы оттуда приходило спасение. Почему бы ему и сейчас оттуда не прийти? Но в целом, поймите, возлюбленные, что дух мира сего, это дух сластолюбия, расслабления, эгоизма, пофигизма. Он залез всюду. И за монастырские стены тоже. И в миру сегодня просто живут сумасшедшие люди. А в миру такие похожие на вчерашних мирян. То есть так, как сегодня живут во многих монастырях, так 200 лет назад благочестивые миряне жили. Псалтирь читаю, телевизор не смотрю. Работаю до пота. Поздно ложусь, рано встаю. С петухами. Вот тебе, собственно, раньше миряне были, такие, как сегодня преуспевшие монахи. Но, тем не менее, кое-что от Антония нам можно взять. Например, преподобный ходил учиться однажды к сапожнику. Однажды ему сказал Господь, что Антоний, ты не зашел в меру некого сапожника, живущего в Александрии. И Антоний поднялся на старые ноги и пошел далеко-далеко, аж в эту Александрию, нашел там этого сапожника-кожевенника и стал допытываться его, в чем секрет его жизни, чем он Богу угождает. Тот подумал, что Антоний перепутал его с кем-то, и говорит, что у меня нет ничего за душою доброго. Но Антоний вымолил у него ответ, и тот сказал ему сокровенную свою жизнь. Он сказал, что я думаю лично, сказал ему этот кожевник-сапожник, что в Александрии люди все лучше меня, и что, наверное, все они в рай войдут по доброй душе своей. Один только я хуже их, и я буду осужден на страдания. Эту мысль ношу я в сердце своем, когда встаю с утра и начинаю работать. И с этой мыслью в сердце моем я ложусь отдыхать. То есть он имел внутреннее сердечное поучение в себе, сердечную молитву, размышление сердечное о том, что он хуже всех. И ради этого Антоний поднялся с ног, на ноги вернее, с места, и пошел в Александрию научиться у него, и сказал, что вижу я, что ты носишь в себе сокровища, а я, так сказать, что ты хороший купец, купил себе дорогое, никуда не ходя. На месте сидишь и имеешь в себе спасительную мысль. Я из пустыни к тебе пришел научиться. Потом, например, преподобный говорил, что, допустим, известно его такое туго-сердечное, когда он размыслил однажды о судьбах Божиих, о том, почему одни умирают рано и посекает смерть человека в юности, а некоторые живут очень долго. Почему иногда нечестивец укрепляется корнями в землю, как кедр ливанский, а праведник слабенький, как хворостинка? Почему одни имеют детей, другие нет? Почему у одних есть какие-то дары от рождения, а другие так серомахами живут до смерти? Это такая разнообразица духовная, такая в жизни каша такая. И что, как, почему? Хочется разобраться. Но за что ему это? И почему у него это? А за что ему вот это? А что он умер? А что бы еще не пожил? Шел, шел, сердце схватило, упал, умер. За что? Почему? Как разобраться? Хочешь разобраться? Этот великий человек пытался разобраться. И ему Бог, которому он служил, с которым он общался, сказал, что Антоний, занимайся собой, остальное тебе вредно. Это был человек, который еще в юности, когда пошел на монашество, его страшно терзали бесы, сейчас домой придя, можете ради любопытства забить себе в поисковик в гугле «Искушение святого Антония». Выбросится там какое-то количество разных информационных сайтов, и там в картинке, забейте картинки, и там выкинется вам до полсотни разных картин известных мастеров, средневековых или античных, позднеантичных, ну, короче, всяких. Античных нет, конечно, да, извините, средневековых в основном. И там всякие козломордые, жуткие твари, всякие какие-то страшные, мерзопакостные, какие-то чудовища, там таскают какого-то старого монаха, там по воздуху его носят, там бьют его, там об землю кидают, там посмотрите ради интереса. Это очень интересный сюжет. Антоний действительно, когда пошел в пустыню, один из первых, он возбудил к себе внимание бесовского мира, и они пришли к нему сначала поодиночке, потом кучей, и начали его там терзать и таскать. Что он тут делает? Они били его до полусмерти, поднимали на воздух и бросали, являлись ему, чтобы напугать его. И потом, в конце концов, явился ему, его несколько раз находили там, как мертвого, брали на руки, как труп, уносили в деревню, чтобы похоронить. По дороге он оживал, говорит, обратно мне несите. Его несли обратно. И он там дотерпел, и однажды явился ему Христос, сам Господь наш, Иисус Христос, сладчайший, которому мы молимся, надежда наша, царь наш. Он сам явился ему, и Антоний спросил его лично, где ты был? Где ты был, сладчайший Иисусе? Он говорит, рядом стоял, рядом, все время рядом. Испытывал терпение твое, был готов прийти к тебе на помощь, как только терпение твое ослабеет. То есть рядом. Вспомните эти слова, даст Бог, Дух Святой, вам напомните слова, когда будет вам совсем худо, когда будет как бы впереди страх, позади тяжесть, на груди смута, как бы справа-слева враги, когда что-то с вами приключится такое, долги, болезнь, не знаю, что может с человеком случиться, может тысяча бед, причем одновременно. Вспомните это, когда вы будете упреки всякие Господу выставлять, потому что люди занимаются этим дурацким занятием, выставляют Господу упреки. А почему в мире так много зла? А почему то? А почему все? На все это есть ответы, но мы сейчас не об этом. Вспомните, пусть вам утешитель Дух Святой напомнит в это время, где ты был, Иисусе? Да рядом я был. Где мне еще быть? Тут стоял, рядом с тобой стоял. Стоит рядом Иисус, возле кровати умирающего, возле клетки, где судят неповинного человека, осужденного неправедно. На кладбище стоит, где-то там, или там в больнице, возле операционного стола, где ему еще стоять? Стоит возле человека. И вот этот Иисус, который вечно возле Антония, был с Антонием рядом постоянно. А вчера мы говорили с вами, тоже, кто был на всеночной, как монахи собирались, у них какое было занятие главное? Изучать священное писание. Они брали священные книги, читали, запоминали, изучали, спрашивали. Вот написано вот так. В книге, например, чисел написано вот это. Ты как думаешь, отец, что это значит? Так думаю. А ты как думаешь? Так думаю. И так вот они себе проводили время так, как и нам нужно научиться время проводить. И однажды спросили у Антония, а ты, отец, как думаешь, вот здесь у Моисея написано вот так? Это что значит? Он встал, ушел, и оказалось, что он ушел далеко в пустыню, и говорит, Боже, пошли Моисея, пусть мне объяснит. И пришел к нему Моисей, разговаривал с ним, говорит, это я здесь сказал в этой книге, так-то и так-то, значит, то-то и то-то. И Антоний пошел обратно и говорит, я думаю, что здесь написано об этом. Вот так-то. Так вот этому Антонию, которому Бог посылал Моисея, чтобы объяснить Моисеевы книги, которому сам Господь Иисус являлся, когда защищал его от бесов и давал ему силу терпеть дальше, ему было сказано на вопрос, а почему всю жизнь вот так, вот так или вот так, почему так, как я не понимаю? Сказано, Антоний, занимайся собой, внимай себе, остальное тебе души вредно. Это можно взять себе? Можно. Мы можем, например, не есть, как Антоний, там, неделями. Ну, не надо, не надо. Может, даже и можем, но потом будет что-нибудь такое, что нам будет хуже, чем было до тех пор. Не спать, например, там, ночами можем, на коленях стоять, с псалтирию, ну, трудно потом, на работу будет трудно ехать. И там потом на работе что-нибудь там, бухгалтер, ведомость, что-нибудь перепутает, там, водитель там еще, там, троллейбус разобьет, как бы, ну, не надо, вот, не надо пробовать. Надо по мере сил своих, вот, избирать себе подвиг. Ну, вот, например, мысль сапожника в сердце иметь можно? Смотреть вокруг себя, и думаешь, эти люди хорошие, они спасутся. А кто же в мире плохой? Я, что ли? Да, наверное, я хуже. Потому что обычно же, и в естественном порядке, сердце думает иначе, сердце думает, ну, и дятлы кругом. Ну, козлы, где они, кто их родил, как бы, где они взялись вообще? Вот ужас какой, что за чудовище? Как в этом зоопарке можно жить, как бы, да? Как такому хорошему человеку, как я, можно жить в таком зоопарке, как бы, да? Обычно же так думаешь. И вдруг тебе, как бы, с небес, как бы, бандеролька такая, так думать нельзя. Чтобы спастись, думать надо иначе. А как думать иначе? А вот как? Это хорошие люди, они спасутся. Их Бог любит, у них есть добродетели. Один трудолюбивый, другой веселый, третий простой, четвертый смелый, там пятый, там такой, шестой сякой, они все хорошие. Кто же плохой? Да плохой, оказывается, я. И вся эта кутерьма в голове, она возникает от того, что человек думает, что мир плохой, а я хороший. Ведь люди же думают постоянно, всюду, везде, что мир плохой, а я хороший. И я вынужден в этом плохом мире подстраиваться под законы плохого мира, но не я такой, мир такой, я просто должен подстроиться. И я плохо поступаю, но да, но не потому, что я плохой, но поймите же, мир просто такой, я иначе не могу. Это ложь, это не так, это все ерунда. Мир хороший, это я ищу себе легких путей, ищу кого нагреть, кого обмануть, где подстроиться. Это я всех осуждаю, считаю всех погибшими, себя спасшимся. Вообще в мире все по-другому, а если я не хочу грешить, то никто меня не заставит. Вот просто не заставит, вот замучается заставлять. Никого не боюсь и ничего не хочу. Если я не хочу грешить, я хочу Богу послужить. Все. И не боюсь я никого, кроме Бога одного. И не верю никому, только Богу одному. И так нужно жить. Так нужно жить. А вот эти все, эти вот эти хитро склеенные, эти отмазки, значит, что так, 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 ну так, где-то так, где-то не так, но вообще, вот сапожник Антония научил. Сапожник Антония научил. А Макария, им уже память будет в ближайшие дни Великого, научили две женщины замужние, которые тоже в миру жили и никогда не ругались, никогда плохого слова друг другу не сказали, и он тоже поучился у них и сказал, что вижу я, что не хочет Бог ни черной рясы, ни белой одежды, хочет Бог чистого сердца и смиренной души. Вот это как бы задача такая, знаете, братья и сестры, все умирает, все превращается в показуху. Не будем, так сказать, наклеивать фиговые листики, значит, на откровенно срамные места. Все умирает. Где-то, если встречаетесь с чем-то настоящим, благословите Господа на том же месте. Если видите храброго солдата, скажите, благословен Бог, или храброго офицера, прекрасно, это еще армия, еще Россия как-то стоит. Если видите честного судью, тридцать раз благословите Бога, слава тебе, Иисусе, слава тебе, воскресшему из мертвых, есть честный судья, какой-то бескорыстный адвокат, потому что это очень редкие вещи. Видите какого-нибудь там безмездного врача, который там стоит, как бы еле-еле шатаясь от усталости, как бы и принимает, и принимает, и принимает больных, и оперирует, и денег не берет, и смотрит одинаково, что на бедного, что на богатого. Благословите Бога сто раз, потому что это очень редко. Не для этого обычно поступают в мединституты. Не для этого поступают в мединституты, чтобы умирать за больных, и лечить всех одинаково, и в карманы не смотреть, и вообще просто отдать свою жизнь за человека. Не для этого поступают в мединституты. Не для этого там учат. Не для этого. И в семинарии поступают не для того, чтобы за паству умереть. Не для этого. И в монашество постригаются не всегда, чтобы Богу послужить, а для чего-то другого, для чего не знаю. Вернее, знаю, но не скажу. И вот это все рассыпающееся человечество все-таки стоит, чем стоит? Неизвестными, скрытыми, божьими рабами, которых знает Бог, которые не знают друг друга, и которые сами о себе не знают, что они божьи рабы. Потому что обычно смирению свойственно не знать о своем смирении. То есть смиренный никогда не скажет, что он смиренный. И на него Господь может положить тяжесть земного свода, на его плечах может держаться полмира, а он не будет знать о нем. Он будет жить, как один из грешников и будет думать о себе так, как думал о себе Александрийский сапожник. Поэтому дух подвижничества сегодня, который должен быть естественным образом в монастыре, в любом. Кстати, наши недавно братья ездили в Египет, там, где жил Антоний, и там, где до сегодняшнего дня сохраняется то древнее египетское монашество. Это было с украинской церкви, там, где я служил полжизни, и там, где братья наши, страдающие братья, которые сегодня стали лучше от страданий, потому что люди в страданиях становятся лучше. И вот ездила целая делегация монашествующих украинской церкви в египетские монастыри. Братья и сестры, наших монахов покрыла краска стыда от макушки до пяток, потому что монаха с телефоном в Египте вы не увидите, и монаха на машине в Египте вы не увидите, и монаха, у которого в келье кондиционер или компьютер, вы там никогда не увидите. Там монахи, которые были при Антонии, босые, голые, в келье только ряса, Библия и чашка для воды. Всё. И так они там живут с IV века. А нас цивилизация не испортила уже, уже не испортила, уже уничтожила. Остались только прибамбасы всякие, всякие красивые штучки, навешанные на нас, всякие красивые имена, там, архимандрит, там, игумент, там, всякое такое. Уничтожила нас цивилизация, и мы дали ей себя уничтожить. Мы поддались ей с ластолюбием, леностью и гордостью, дали катку прокатиться по нашим всем духовным местам. Но ещё есть монахи, я вас уверяю, которому пол буханки хлеба хватает на неделю. И вот такой чашки воды, там, как пивной бокал, хватает на то же время, на то же время. И там нету выхода в интернет, там, монаху не нужен интернет, у него есть Христос и Архангел Михаил, и Дева Мария. Всё, шикуй, ему ещё интернет нужен. Это есть. И сегодня нужно, чтобы дух подвижничества ушёл туда, где он может ещё оставаться. Отец Ян Крестьянкин, царство ему небесное, известный псковский, псковопечерский старец, говорил, что время таково, други мои, что иногда на двенадцатом этаже бетонной многоэтажки в однокомнатной квартире ночью многодетная мать, когда детей спать уложила, читает псалтирь в первом часу ночи. И знаете, други мои, что эта многодетная мать на двенадцатом этаже бетонной многоэтажки выше всех монахов, которые поели и спать легли. Подвижничество есть. Без подвижничества церковь давно бы умерла и исчезла. И революция к нам на плечи пришла, потому что подвижничество исчезало. Исчезали божьи рабы постепенно, выветривалась соль, соль потеряла свою силу, зачем она нужна, ей нужно только ногами топтать. Поэтому я вам сегодня это все говорю для того, чтобы вы тоже были подвижниками. Ну а кто будет? Должны быть в мире подвижники, понимаете? Должны быть те, кто раньше встал или позже лег, который там вместо того, чтобы лишнюю тарелку супа съесть, встал со стола и пошел там поклоны класть, например, земные. Ну я не знаю, дух подвижничества, он сам горит в человеке, он ему подсказывает пути. Монашество не выдумывали в кабинетах, это не был проект церковных интеллектуалов. Это было естественно родившееся из недр души верующих людей желание Богу послужить. Раз нас никто не мучит, помучим себя сами. Раз скоро умирать, давайте умрем раньше. Умрем для страстей, для мира, умрем раньше смерти. И тогда в день смерти возрадуемся, возвеселимся. Давайте превратим день смерти в день праздника. А как это? А давайте умрем для греха раньше, для того, чтобы смерть уже нас ничем не пугала. Если мы умрем для греха раньше, то смерть придет, и мы возвеселимся. Видели, может быть, фотографии, облетела мир умершего монаха Афонс, как он улыбается. От уха до уха улыбка на мертвом, мертвый лежит монах, у него улыбка такая, как будто он маленький ребенок и кловну увидел. А он старый человек, который всю жизнь в монастыре прожил, как бы его мертвого сфотографировали, потому что нельзя этого не сфотографировать. Старый монах умер, у него улыбка от уха до уха. Он увидел, наконец, тех, кого хотел видеть, кому служил, и в это время душа из тела ушла, и печать души осталась на теле, и он веселый лежит, понимаешь, это нельзя не радоваться. Как нам смерти не бояться? Как нам превратить день смерти из дня ужаса в день праздника? Да нужно во всех грехах своих покаяться, нужно убить свои страсти, нужно ожить для Бога, полюбить Христа, захотеть жить в раю, и тогда день смерти будет днем праздника. Это и есть монаха, это естественное желание христианской души. И сегодня это все нужно делать тоже кому-то. Поклоны класть вы дома можете? Можете. Если вы будете класть в день по 30 поклонов, у вас спина развалится? Нет. Голова закружится? Нет. А если по 50? Да тоже ничего не развалится, не закружится. Начните с 10, дойдите до 30, потом до 50, потом идите дальше. А если вы псалтирь, например, будете читать по полчаса, по часу в день, вам что, будет плохо, что ли? Нет, будет хорошо. Вам еще больше захочется. И так далее. Если вы, короче, трудитесь, в общем, трудитесь, потому что те, кто должен трудиться, но не трудятся. Но не так трудятся, как надо трудиться. Но не так. Все было бы по-другому, если бы те, кто должен трудиться, трудились бы. Нас засыпала суета, канцелярщина, отчеты, бумажки, беготня, деньги, проблемы, туда-сюда, ходи, крутись. Какая молитва? Молитвы нет. Молитва превратилась в показуху. Но подвиг нужен. Нужен подвиг. Он не будет подвижником, ты будешь подвижником. Архимандрит не будет по ночам молиться. Баба многодетная будет ночью молиться. Она будет в Старстве Небесном в три раза выше, чем этот архимандрит. Но так будет. А как иначе? Как на войне, понимаете? На войне. Полковника убило. Кто полком командовать будет? Какой-то лейтенантик там, значит, такой прыткий, там шмых-шмых, такой, значит, там это сюда, это сюда, значит, здесь ды-ды-ды, дал пару команд. Я беру команду на себя. Кто старший офицер? Нет, всех поубивало. Один остался лейтенант, какой-то молодой. Он берет на команду, не полком, собирает его в кучу, кто живый остался. Дает команды, распределяет там все-все. И воюет, так воюет, именно так и воюет. Какой-нибудь пузатый генерал там придет, значит, на поле боя, его в первый день убьют, и вместо него шмых какой-нибудь там несчастный майорчик, какой-нибудь сухопарый, вскочил как бы на его место и пошел гвоздить врага. На войне только так и бывает. Все эти орденоносцы, все в миру, которые орденоносят, они все их обычно выметают в тираж как бы очень быстро. А на их место становятся лейтенанты первого набора. Щенки, которые тут же в волков превращаются. Еще вчера был щенок, ласточку грызть не мог. А сегодня уже волчара такой, уже командует другими, уже врага бьет. Так и в духовной жизни. Генералы иногда ничего не значат. Полковники ничего не знают. Паркетные полковники, паркетные генералы. А кто же держит на плечах Вселенную? Почему мир не умер? Почему еще православие живет? Еле живет, правда, но живет. Почему? Потому что есть святые души, рассеянные по миру, как звезды по небу, среди мирян. И мы должны туда стремиться, братья и сестры. Антоний – это не только монашеский святой, это вообще наш святой. Он мирянам тоже много дает. Вообще это все наше. Потому что все стирается, все меняется, ничего не понятно. Понятно только одно – Христос живой. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы с вами несем на себе тяжесть сегодняшней эпохи. Эпоха тяжелая, эпоха странная, эпоха двусмысленная. Мы несем на себе тяжесть церковной жизни. Церковная жизнь тяжелая, странная, двусмысленная. Борьба между патриархатами. Лукавый лезет в самые глубины. Лукавый делает одно и то же всегда. Хочет всех поссорить, чтобы посеять себя как пшеницу, раскидать всех, чтобы друг на друга злились, шипели, рыпели, и чтобы не было любви. Это его работа. Он многого достиг. Но все равно нужно нести на себе тяжесть церковной жизни и нести на себе подвиг. Слышите? И нужно жить так, как монахи живут, в том смысле, что нужно, чтобы день смерти был днем праздника. Для этого нужно со всеми грехами разобраться до смерти. Со всеми грехами разобраться до смерти. Надо. И приготовиться к раю Божьему, и умереть с улыбкой. Это такая вообще грандиозная задача. Это самое фантастическое, что есть в мире. Ни одна фантастическая книга, ни одна киноэпопея, киноодиссея фантастическая не достигает до этой великой цели. Вот такое, как я только что сказал. Это самая благородная цель спасти душу, приготовиться к дню смерти и встретить ее с улыбкой и превратить день смерти в праздник. Это вообще-то фантастика, потому что мы все боимся ее и живем со страхом, как зайцы. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. От страха все сильнее песенку поют. Понимаете, это все про нас. Все про нас. Так что вот Антоний сегодня, я бы хотел сегодня может быть там монахов хвалить. Не буду я их хвалить, им это не надо. Пусть будут монахами. Пусть будут монахами, чтобы мы еще могли на кого-то опереться. Чтобы нам хоть немножко было на кого опереться. А не будут они монахами, будут просто в черное одеты. Все равно Бог найдет себе овчар во всесожжении, найдет себе праведника в миру. И тогда эта благодать Духа Святого в мир уйдет. И тайные Божьи рабы будут в миру жить. Все равно будет церковь хранить Господь. В самые страшные времена некий неоскудеваемый остаток церкви праведников остается. Ну вот так. Иначе хотел, может, по-другому сказать, но по-другому не получается. Иначе была бы какая-то фальшивая картинка несуществующей святости. На самом деле все весьма катастрофично, но Христос воскрес. Это единственная надежда. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Отпущаетесь с миром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова